Друзья, рада вас приветствовать на канале InvestFuture. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. И поэтому предлагаю обсудить самые главные события, которые могут повлиять на финансовые рынки на неделю с 14 по 18 октября 2019 года. Нас ждет довольно много разных событий, причем как политических, так и экономических. Поехали по порядку. Начнем с 14 октября, это понедельник. И в этот день президент России Путин впервые с 2007 года с официальным визитом посетит Саудовскую Аравию. Причем этот визит происходит на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после конфликта между Турцией и Сирией. Предполагается, что между Россией и Саудовской Аравией могут быть заключены соглашения на сумму в 2 миллиарда долларов, в том числе, которые будут касаться нефтехимии и сельского хозяйства. Интересно, что еще будут обсуждать руководители этих двух стран. Наверное, логично будет также и затронуть тему ОПЕК+. Поэтому какие-то комментарии могут повлиять и на нефтяные котировки. Кроме того, в понедельник, если говорить о важных публикациях, то Китай опубликует данные о торговле за сентябрь. Прогноз падения на 3% в сентябре после более скромного падения на 1% в августе, который и тогда уже рынкам категорически не понравилось. Поэтому статистика может существенно повлиять на рынки, повысить тревожность. Далее, в понедельник бывший советник президента Трампа по России Фиона Хилл вероятно даст показания в Палате представителей в рамках уже запущенной процедуры импичмента президента Трампа. Также в понедельник в Люксембурге министры иностранных дел Евросоюза будут обсуждать ситуацию в Сирии. Опять же, эти комментарии могут как-то сказываться на спросе на рисковые активы. И в понедельник завершается Нобелевская неделя вручением, пожалуй, самой интересной для нас премии. Это премия по экономике. Едем дальше. Вторник, 15 октября Китай опубликует статистику по инфляции и к ней также будет приковано большое внимание. Также откроются ежегодные встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда. И Международный валютный фонд опубликует свои прогнозы по мировой экономике. Я напомню, что у МВФ новая глава, это снова женщина, ее зовут Кристалина Георгиева. И ранее она уже задала довольно мрачный тон для дискуссии, заявив, что МВФ понизит прогнозы по мировой экономике на 2019-2020 годы. Интересно, какая конкретика будет на этот раз. Но, честно говоря, ничего позитивного мы пока ожидать как-то не можем. Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты во вторник. Далее парламент Великобритании будет обсуждать программу правительства премьер-министра Бориса Джонсона. И, возможно, будет поднят вопрос о вводами недоверия и досрочных выборах. Это все, конечно, не добавляет стабильности на финансовые рынки. Кроме того, если говорить об американском рынке, то во вторник, на всей следующей неделе мы будем активно наблюдать за сезонами корпоративной отчетности. Во вторник отчитаются крупнейшие финансовые компании. Это Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs и многие другие за третий квартал. Это, естественно, отразит общее состояние сектора. Кстати, если помните, у меня было отдельное видео про Goldman Sachs, о том, как этот банк пришел к успеху и каким образом он тайно управляет миром. Мне кажется, будет актуально его пересмотреть как раз в преддверии релизов крупных американских финансовых компаний. Ссылка на видео есть в закрепленном комментарии к этому видео, как всегда. Также во вторник будут выступать представители ФРС. Что касается российских событий, то здесь отмечу ежегодную конференцию компании «Ростнефть» под названием «Технологии в области разведки и добычи». Движемся дальше по календарю. В среду, 16 октября, Банк Южной Кореи примет решение по ставке. Ожидается снижение в тренде с другими мировыми центральными банками на 25 пунктов до уровня 1,25. Кроме того, если говорить о выступлениях важных спикеров, то отмечу выступление президента Бундесбанка, Банка Германии Йенца Вайдемена и также главы Банка Англии Марка Карни на разных мероприятиях. Но, тем не менее, их комментарии, конечно, будут внимательно изучаться. Также в Бруккингсе пройдет разговор с главным экономистом ЕЦБ Филиппом Лейном. Опять же, интересно в контексте ухудшающегося положения мировой экономики. И будет выступать президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Много интересных спичей, которые могут оказывать влияние на рынок. И также будет опубликована в среду бежевая книга ФРС, так называемая «Бэшбук». Что касается статистики, в США выйдут данные по розничным продажам за сентябрь. Прогноз рост на 0,3% в месячном выражении. Это, конечно, очень важный показатель, который покажет, как американская экономика отвечает на изменения в торговой ситуации. И также в России в среду будут опубликованы данные по промпроизводству. За сентябрь прогноз рост на 3% в годовом выражении. Движемся дальше. Четверг, 17 октября. В этот день нас ждет большое количество экономических релизов. Итак, в России ждем порцию важных данных от Росстата за сентябрь. Это розничные продажи. Ожидается рост на 1% безработица. Ожидается на уровне 4,3% и реальные заработные платы. Также США опубликует блок данных за сентябрь. И там у нас будут данные по промпроизводству. Прогноз на снижение на 0,1% в месячном исчислении. И данные по количеству новостроек. Также в четверг пройдет саммит Евросоюза. Главными темами на котором станет бесконечный Brexit. И также возможные санкции против Турции на фоне конфликта в Сирии. Вот такой у нас план событий на четверг. И пятница, 18 октября. Здесь нас ждет, пожалуй, самый важный экономический релиз недели утром на азиатской сессии. Это данные по ВВП Китая за третий квартал. Прогноз рост на 6,1% в годовом исчислении. Казалось бы, для России и даже для США это космически высокий рост. Но китайская экономика планомерно замедляется. И пока эксперты не очень понимают, будет ли посадка китайской экономики плавной или жесткой. Потому что, конечно, торговая война существенно ухудшает перспективы многих отраслей китайской экономики. Кроме того, в Китае также будут опубликованы данные по промышленному производству. За сентябрь прогноз 5% в годовом исчислении. Также будут выступления некоторых представителей Федрезерва. В пятницу можно послушать комментарии. И, как всегда, в конце недели рейтинговое агентство опубликует свои обновленные оценки. Так, S&P поделится рейтингом Омана. Fitch опубликует рейтинг Великобритании. Вот это уже интереснее. И San Marino. И Moody сможет опубликовать рейтинги Словении и Хорватии. Остается время на ваши вопросы, друзья. Денис спрашивает. Кира, расскажите, что с Яндексом творится? Вопрос очень популярный, поэтому давайте обсудим. Собственно, популярность его понятна. Потому что на тот момент, когда я записываю видео, бумаги Яндекса внутри дня падают более чем на 20%. Космическая распродажа. Что происходит? В Госдуме снова вспомнили о законопроекте, который выделит список значимых информационных ресурсов в Рунете. И, соответственно, компании, которые попадут в такой список, получат ограничения на иностранные инвестиции. То есть доля иностранных инвесторов, как физлиц, так и юрлиц, в этих компаниях не должна будет превышать 20%. Ну, а, собственно, Яндекс, главная компания Яндекса, это нидерландская компания. И большая часть инвесторов это иностранцы. Также, кстати, под эту историю попадает и Mail.ru групп, но бумаги Mail отреагировали более слабым падением, там минус 2%, насколько я сейчас вижу. Возможно, это связано с тем, что инвесторы уже Mail давно похоронили. С Яндексом все-таки были связаны какие-то надежды, потому что компания-то сама по себе достаточно перспективная и достаточно хорошо развивающаяся. Но, в принципе, тут ничего нового не происходит, потому что к Яндексу уже давно подбивали к линии, в том числе Сбербанк и государство проявляло интерес, конечно же. Поэтому, я думаю, что рано или поздно, так или иначе, компанию Яндекс все-таки добьют и сделают какой-то практически государственный. Мне кажется, это неизбежная тенденция на современном российском рынке, просто пока не понимают, с какой стороны к ней подступиться. Плохо ли это для акций? Конечно, не очень хорошо, потому что мы знаем, что государство, как правило, все-таки управляется с компаниями менее эффективно, чем это делает частный бизнес. С другой стороны, вот кто-то из экспертов надеется, что Яндекс, может быть, в такой ситуации наконец-то станет платить дивиденды акционерам. Но, не знаю, в принципе, я не против того, чтобы сейчас на вот этой распродаже 20% это солидное снижение, прикупить немножко бумаг Яндекса, потому что, так или иначе, все-таки, конечно, какую-то перспективу компания все равно будет иметь. Не так уж много у нас в России крупных IT-компаний. Вот у меня такое мнение, хотя в целом, конечно, динамика достаточно грустная, если так рассуждать более философски, думать о том, насколько это все плохо для инвест-климата, такие ограничения и так далее. Ну, еще тема Форекса тоже не теряет интереса с вашей стороны. Вот пользователь со смайликом в Нике в комментарии к одному из моих роликов написал, не стоит торговать на Форекс, если нет опыта, а как же его тогда получить? Своему сыну тоже будете советовать не заводить девушку, пока он не получит опыт общения с девушкой или пока, как следует, не натренируется на демо девушке резиновой. Очень интересная аналогия. Я объясню все-таки свою позицию по Форексу. Очень многие люди приходят на этот рынок в надежде получить быструю прибыль с минимальными вложениями. Поэтому я считаю, что не стоит торговать на Форексе, если вы приходите на этот рынок с такими целями и задачами, потому что вы их на 100% не реализуете и просто потеряете свои деньги. Если вы хотите, например, побаловаться, потренироваться, да, пожалуйста, идите тренируйтесь, но просто не рассчитывайте на то, что вы на этом заработаете, по крайней мере, быстро и не считайте это инвестициями. Относитесь к этому все-таки больше как к гэмблингу, по крайней мере, на первых порах. Есть люди, которые работают на Форексе профессионально, я не спорю, но таких людей менее 1% среди всех людей, которым этим делом занимаются, поэтому будьте осторожны. На этом, друзья, буду я с вами прощаться. Спасибо вам большое за внимание, за то, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что было полезно. Если так, то не забываем ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, делиться этим видео со своими друзьями. В описании к этому видео ссылки на наши социальные сети, в закрепленном комментарии на ютубе, в первом комментарии, который вы видите, вы найдете много других полезных видео и ссылок от нашей команды. Спасибо, с вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале.